Всем привет! Это видео на канале Комфи. Меня зовут Саша Лепота. Сегодня у нас видео не совсем про мобильную фотографию. Я расскажу вам небольшой опыт эксплуатации своих часов Apple Watch Series 4 и смартфона iPhone XS Max. Или XS Max, или XS Max, блин, не пишите про название. Для тех, кто не в курсе, я расскажу немного предыстории. Дело в том, что с айфонами все понятно. Я пользуюсь смартфонами Apple, начиная с iPhone 4S. Пропустил только iPhone 6, потому что посчитал его недостаточно хорошим. Учитывая то, что в прошлом году XS была только в компактном корпусе, естественно, я ждал обновления, потому что именно в нем нам обещали увеличенный смартфон. А вот часами дела обстояли иначе, потому что их меня буквально заставили приобрести подписчики и друзья под предлогом, ну Саня, ты же должен попробовать все в этом мире. И у меня действительно никогда не было Apple Watch, начиная с самого первого поколения, потому что у них был ряд недостатков. Точнее, их два основных. Это автономность и ударопрочность. Сразу хочу сказать, что сами по себе смарт-часы для меня это не что-то новое, потому что я пользовался умными часами, начиная с самого появления этого сегмента. У меня были самые первые Pebble, причем заказанные на Kickstarter. Это было очень давно. На протяжении последних трех лет я использовал Garmin серии Phoenix. Сначала третий, потом 5X. Причин несколько. Они самые автономные, живут более 10 дней от одного заряда. Они ударопрочные и отлично подходят для спорта. Не хватало мне в них только нескольких вещей, возможности слушать музыку прямо с них и совершать оплату. Но и ту, и другую функции добавили в обновление Phoenix 5X+. Так почему же я их не купил? Первое, они очень дорогие, они стоят больше 1000 евро, что для часов, как по мне, непозволительно дорого. И второе, озвученные функции, которые мне очень нужны, работают на них, скажем так, не очень хорошо. И вместо того, чтобы рассказывать, насколько нехорошо они работают там, я расскажу, как работать правильно должны эти функции на примере Apple Watch Series 4. Ну, в принципе, и Series 3, и 2, и даже 1 тоже подойдут. Первое, Apple Pay у нас работает, и вы просто пользуетесь этой функциональностью с часов. То есть вам не нужно вбивать какие-то токены раз в день, или искать обходные пути, как завести Google Pay на часах с Android Wear, или ждать, пока запустится Samsung Pay для смарт-часов Samsung. А музыка и подкасты это самое крутое. Дело в том, что тут они автоматически синхронизируются со смартфоном, на котором есть Apple Music и подкасты. И вам буквально ничего не нужно качать, перекидывать и так далее. И это на самом деле очень важно, потому что вы просто представьте, откуда сегодня качать музыку легальным способом. Ведь есть хорошие стриминговые сервисы, как Apple Music, Google Play Music или YouTube Music, Spotify, который у нас может запуститься в ближайшее время, Deezer и так далее. И это очень удобно, потому что вы платите относительно небольшую сумму и получаете доступ сразу ко всей медиатеке мира. Ну, или почти ко всей. И не нужно искать, где бы взять новый альбомчик, как его правильно оформить или закинуть на свои устройства, через шнурок, по воздуху и так далее. Теперь все это автоматически делается в интернете, и это настолько удобно, и это правильно, легально. И как бы я не представляю, что можно делать иначе сегодня. Не на трекерах же качать себе какие-то альбомы. А вот в случае с теми же Samsung или Garmin'ами, вам конкретно и надо где-то найти альбом или подкаст, загрузить его на компьютер, к примеру, или на телефон, и потом перекинуть на часы. Это неудобно. И да, у Apple Watch все так же остается несколько минусов. Автономность, потому что они живут только два дня от одного заряда. И да, заряжать их как бы не надо каждый день, но все же. И ударопрочность. Если ими хорошо пригреть почему-то железному, то, естественно, стекло может разбиться. Однако с их покупкой я получил и другие плюсы. К примеру, я теперь могу полноценно работать с уведомлениями. Не в одностороннем режиме, когда могу только прочитать часть уведомления, а и ответить на него. Я могу звонить и принимать звонки прямо с часов, не доставая смартфон, что очень удобно, особенно в машине или магазине. Ну и давайте не будем откидывать тот факт, что все-таки Apple Watch красивые. Вот серьезно, я каждый раз смотрю на них и понимаю, что этот гаджет мне нравится и мне просто хочется его носить на руке. Ну и теперь перейдем к айфону. Я думаю, что все вы помните, кто следит за каналом Комфи, я пользовался iPhone X весь прошлый год. И мне смартфон, в принципе, нравился всем. И единственное, чего мне сильно не хватало, это большого дисплея. Потому что по сравнению с iPhone 7 Plus он там стал меньше. Да, диагональ вроде и стала. 5,8 дюймов по сравнению с 5,5. Но из-за изменившихся пропорций экран просто вытянулся. По ширине он стал меньше, чем у 7 Plus. Теперь же у меня iPhone XS Max на 512 гигабайт. Тут экран реально большой и это круто. Я не буду делать обзор смартфона, потому что я про него уже рассказывал. Можете посмотреть его по ссылке в описании. Я расскажу про небольшой опыт использования. И сразу скажу, что это лично мой опыт использования. И точно уж не скажу, что все, что я вам расскажу, вам нужно будет делать или что это будут делать большинство людей. Дело в том, что я действительно хардкор юзер. И знаете, как человек-оркестр, как бы это ни звучало, я привык делать все и сам, в одиночку. И естественно, мне для этого нужны удобные инструменты. Начну с камеры. Она тут в целом лучшая на рынке. Да, по части фото можно спорить. Ведь у нас есть Pixel 3 и Huawei Mate 20 Pro. Но по сумме возможностей, учитывая и видеосъемку, она тут лучшая. О чем недавно рассказал и ресурс GP Review. Думаю, вам не нужно лишний раз объяснять, почему камера для меня важна. Вы же знаете, что я люблю фотографировать. И очень давно фотографирую только на смартфоны. И если вы здесь первый раз, обязательно посмотрите видео с моими уроками по мобильной фотографии, по обработке фотографии. Потому что здесь я про это рассказываю очень много. И сразу хочу сказать, я не приверженец мысли, что вам нужно приобрести самое дорогое устройство, чтобы научиться фотографировать или чтобы добиваться хороших результатов. Нет, нужно брать то устройство, которое у вас есть, будь то смартфон или камеру, и просто фотографировать. Но, если у вас есть возможность и желание приобрести себе самое лучшее, то почему бы этого не сделать? Итак, учитывая новый режим HDR, который сразу делает много снимков и умным образом склеивает их на ходу, у фотографии тут получается просто шикарный динамический диапазон. У видео тоже, потому что при съемке с частотой кадров до 30 в секунду этот HDR также работает. И что же нам это дает на практике? А дает нам это большую свободу действий. К примеру, при съемке фотографий. Я уже протестировал камеру iPhone XS Max в велопутешествии по Турции. И снимки получались просто шикарными с точки зрения качества, потому что про качество именно самих фотографий как искусство судить уже вам. Я действительно получил много удовольствия от процесса фотографирования и обработки фотографий, потому что на большом экране это делать удобнее. Но самое главное, что видео здесь тоже пишется, как я уже сказал, с этой технологией Super HDR, и оно получается очень и очень хорошим. Причем даже звук со встроенных микрофонов можно использовать для конечного продукта. При этом, как я уже рассказывал в более ранних выпусках, в отличие от Android, здесь есть профессиональный, полноценный видеоредактор LumaFusion, при помощи которого я прямо на ходу могу монтировать видео. И вот тут помогает большой экран. Я прямо в путешествии снял и смонтировал два видео, одно из которых это полноценный обзор смартфона iPhone XR. И я вам скажу, я очень доволен качеством как видео, так и звука. Я снимал с рук, сам, днем и вечером, и полностью смонтировал все это за один вечер. Вот тут iPhone, конечно, без альтернатив. Поэтому, если бюджет не ограничен, а он должен быть не ограничен, при этом вы хотите много фотографировать, снимать видео, делать это качественно, то, конечно же, iPhone XS и XS Max это очень хороший выбор. Камера в сравнении с iPhone X стала лучше, и не в последнюю очередь из-за хардверных улучшений, ведь матрица стала больше. Но и новый процессор, про который мы еще немножечко позже поговорим, тоже позволяет делать такие штуки, как Smart HDR. Также я записываю и монтирую подкасты полностью на iPhone. На встроенные микрофоны. Просто натягиваю на низ во время записи поп-фильтр для микрофона, и все. Монтирую в приложении Fearight, и результат, судя по комментариям, очень хороший. Ну и мне нравится. А главное в этом всем, что теперь я полностью мобильный. iPhone XS Max единственный гаджет, при помощи которого я мог бы делать совершенно всю работу, начиная от сценария, заканчивая полноценным производством контента. И да, я не скажу, что теперь вам нужно от всего отказаться. От компьютера, от планшета, от камеры и всего остального. Но, к примеру, я от камеры отказался уже очень давно. А в поездке, куда вы попросту не возьмете с собой ни компьютер, ни планшет, ни фотоаппарат, этот смартфон позволит вам сделать совершенно все. Мне очень понравилось, что iPhone'ы снова стали автономными. И пусть до XR этот и не дотягивает, но самую малость. Он живет очень долго, и на личном опыте, учитывая даже постоянно включенный GPS в велопутешествии на протяжении дня, смартфон до конца дня постоянно сохранял процентов 40-50 аккумулятора. Это учитывая то, что я постоянно фотографировал, снимал какие-то видосики, где-то там чатился, искал что-то на карте, и постоянно была включена навигация. Производительность. Apple A12 Bionic это просто произведение искусства. Технологическое, конечно же. Этот смартфон очень сильно обгоняет всех конкурентов. И не только в бенчмарках, но и на практике. И самое главное, что вам нужно помнить, этого смартфона хватит еще на несколько лет вперед, чтобы с уверенностью тянуть совершенно любые тяжелые игры и приложения по типу видеоредакторов. В айфонах уже несколько поколений нет разъема для наушников. Но даже до его исчезновения я слушал музыку только через беспроводные наушники. И в целом ничего не изменилось, мне этого разъема не не хватает. То есть меня звук устраивает. А вот из внешних динамиков он стал заметно плотнее и громче. Я из тех людей, которые все-таки переживают за вложенные средства. И я использую смартфоны только с чехлом или кейсом. И это первый айфон, на который я уже не клеил защитное стекло. И я вам скажу, если вы сильно переживаете именно за очень мелкие царапинки, то его наклеить стоит. Потому что под ярким светом вы сможете заметить, что чуть-чуть какие-то кодки появляются. Однако, за несколько месяцев использования, достаточно аккуратного, но я не переживаю за экран в принципе, больших царапин здесь не появилось вообще. То есть, на первый взгляд, он полностью целый. А вот с производителем чехлов я наконец-таки изменил Urban Armor Gear, потому что на протяжении нескольких лет я использовал только сторонние чехлы, не фирменные от Apple. И они были то плохими, то хорошими, но была у них у всех одна особенность. Когда вы снимали чехол после нескольких дней или недель использования, вся задняя спинка, боковинки, они все были в пыли. И это, естественно, матовало смартфон. То есть, на нем появлялись какие-то царапинки. Я не знаю, почему так происходит, но это факт. А вот после того, как я решил все-таки попробовать кожаный чехол от Apple, это кейс, я знаю, что он стоит не очень дешево, но и те же Urban Armor Gear стоят столько же. Я понял, что скорее всего от них я уже не откажусь, потому что, во-первых, они сохраняют внешний вид, смартфон выглядит в нем стильно и аккуратно, но при этом пыль вовнутре вообще не просачивается. И это для меня очень важно. Чего мне не хватает? Признаюсь, теперь мне больше всего не хватает разъема USB Type-C. Я очень надеюсь, что в следующем году Apple его добавят. Почему? Потому что тогда настанет настоящая идиллия. Мы сможем заряжать все друг от друга без лишних переходников. Потому что сегодня в любом современном ноутбуке, в любом современном планшете, смартфоне и вообще во всем есть USB Type-C. И сегодня, чтобы зарядить iPhone и iPad, вам нужно два разных шнурка. Это, как по мне, неправильно. Вы не можете зарядить смартфон от ноутбука, потому что нужен специальный шнур. А так вы сможете делать все. И при этом при всем удобно перекидывать файлы при помощи одного шнура Type-C, Type-C. Ну что ж, друзья, это основные впечатления от использования смарт-часов Apple Watch Series 4 и моего нового iPhone XS Max. Напишите в комментариях, возможно, у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. А также напишите, нравятся ли вам эти гаджеты или вы считаете их неоправданно дорогими. Не забудьте поставить ролику палец вверх, подписаться на канал, а также смотрите видео про то, как фотографировать архитектуру и про то, как снять и обработать рассвет.